красота лепота расскажу вам куда инвестировать на чем можно заработать заработать можно по двум направлениям с очень большой вероятностью так чтобы без демагоги и рассказов как что сразу к делу первое это акции дивенденные акции дальше я в этом видео прикреплю другой отрывок видео уже с компьютера там я покажу конкретно какие акции ну а так в принципе я и сейчас озвучу это акции круизных компаний почему круизных компаний ну думаю что первая причина это то что индустрия туризма и вообще круизная индустрия она приносит треть дохода от ввп америки то есть коронавирус очень сильно ударил по этой индустрии и сейчас просто мы конечно на низах но шансы что мы пойдем еще дальше я в это скептически пока к этому отношусь не сильно в это верю хотя может быть ну тогда можно будет еще докупить по еще ниже цены но сейчас и так супер низкая цена на акции и а исторически они в три в четыре раза выше то есть когда эта пандемия проходит туризм возобновляется акции уже будут даже выше чем были в 19 или 18 году почему потому что сейчас сразу она на все вырастет то есть вы понимаете что так как вам сказать когда у них раньше было процентно не процентная ставка еще скажу минимум в час 7 чем-то это минимум прожиточный минимум 77 25 по моему если не ошибаюсь долларов если они эту ставку повысят то ценность абсолютно на все на недвижимость да вообще на всем товары на движимое недвижимое все увеличится пропорционально в цене естественно теперь акции эти будут стоить не как раньше скажем а раньше они стоили 120 ну если сравнивать с компанией royal кариба это тикер арсел так что зайдите посмотрите сейчас цена уже там по 71 или 72 на 5 сентября я не знаю с понедельника может уже выше быть так что но я планирую покупать карнавал может быть норвейджин так что там цены пониже можно побольше акции накупить они тоже у них потенциал плюс у них потенциал в чем в том что карнавал собираются строить еще у него уже строится новый корабль там около по моему если не ошибаюсь на 6600 человек то есть этот корабль будет практически самый большой в мире потому что на данный момент самые большие корабли это занимают у них capacity то есть вместимое 6000 человек это симфонии офис потом оазис офис еще какой-то там их три корабля тройла ну просто монстры а это будет на шесть тысяч шестьсот то есть вы понимаете цена акции взлетит ну просто до небес ну это утрирую до небес ну короче ну а теперь о втором направлении и о втором направлении тоже покажу видео сниму второе направлении это земля почему земля то потому что она никогда не падает в цене но учитывая те факты это направление украины куда мы движемся то ну во всяком случае не в жопу как россия идет украина движется потихоньку 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 европе почему так да потому что идет массовая застройка дорог это уже первый сигнал очень основательный то есть на протяжении сколько я живу в украине да никогда дороги так не строили массово при том нормально о качестве мы потом поговорим когда увидим спустя год-два но поверьте мне те объемы которые сейчас делают это многом говорит при том что судить нужно не только по самим дорогам но еще смотреть на скажем так на районы которые вокруг города которые такие серые можно сказать не новостройки а вот именно старые дома дети хрущевки чешки как там идет обустройство вот этой территории а именно в этих территориях идет очень сильно облагораживание то чего раньше не было то есть самые голимые районы начали там не знаю везде тротуары строить везде бордюры ставить это при том по всему городу то есть это уже о многом говорит ну и вот переходим к земле земля никогда не падала в цене я помню 15-20 лет назад у меня родители продали дачу там за 500 долларов сейчас эта дача стоит 5000 долларов то есть ну ценность земли она никак не упадет а если репутация страны вырастет потенциал ее вырастет и мы хоть как-то приблизимся больше по уровню жизни получше если мы станем и поближе к европе то извините меня земля будет стоить уже сколько сейчас средняя цена 500 долларов сотка ну а в европе она 5-9 тысяч долларов одна сотка средняя цена где-то около пяти ну а те что ближе к городу там девять и выше ну вот и цена вот вот чем и плюс плюс будет массовая распродажа земли а это уже тоже о многом говорит откроется рынок он уже открылся но он частично а массово он откроется только с 2024 года то есть объемы купли нашей земли и сравнивая землю Европе поверьте здесь золотая земля и те кто не понимает очень многое проебают грубо говоря думает что надо свалить в европу и там ну там я был в европе был в испании в греции и также сравнить если знаю с италией то поверьте земля здесь и там это огромная разница тут она плодородная климат умеренный а там она более засушливая ну у нас тут она реально цена и на нее поверьте крупные миллиардеры уже давно глаз положили так что у кого есть возможность покупайте так сказать застолбите себе будущую инвестицию в общем дальше я сниму еще видео покажу какую землю купил что на ней собираюсь сделать и как дальше я буду реинвестировать на этой же самой земле и на ваших глазах в течение какого-то времени я вам покажу как из небольшой инвестиции сделать очень даже солидную сумму ну в общем вы это все сами увидите так что перейдем к компьютеру покажу акции ну и про землю так что будет интересно подписывайтесь кто не подписался смотрите мой канал видео будут теперь выходить надеюсь более чаще буду рассказывать про бизнес который собираюсь параллельно еще раскручивать не считая того что у меня есть это торговля на фондовой бирже вместе с инвесторами в общем на сегодня пока все продолжение будет дальше это второе видео и вторая часть так что можно сказать еще рано прощаюсь ну ладно все до второй части и так всем привет еще раз часть 2 зашел через сайт интерактив брокерс на счет свой который буду показывать теперь публично купил 50 акций двух компаний карнавал и норвежин круизлайн по цене там 18.34 и 18.43 цена немного просела но суть не в этом так как меня это позиции буду держать долгосрочно и цель приумножить капитал в 2 в 3 то и в 4 раза и так сейчас я покажу вам почему собственно перейду на сайт investing.com так вот я перешел на сайт investing.com и обращаю ваше внимание мы видим уровень сопротивления но главное не не уровень сопротивления а то где были падения они были в 2000 и в 2008 году пики это были кризисы и сейчас видите так же само у нас кризис почему сейчас стоит покупать да потому что есть все для этого фундаментальные предпосылки и основания а именно восстановление круизных туров с ноября ну разные компании по разному некоторые там с декабря кто со следующего года ну я рассчитываю на то что с ноября уже будет хорошее движение в этом направлении то есть начнутся туры притом по всему миру сейчас они начались более менее по чуть-чуть в европе ну ожидаю еще Америку почему Америку и с ноября да потому что сентябрь октябрь это время когда круизов очень мало на побережье Америки так как там в этот период каждый год происходит шторма все эти Катрины и прочие которые сносят и разносят в пух и прах там острова Карибского побережья ну не побережье а просто острова как там в прошлом году остров Сан-Мартин да и вообще там Барбадос Антигуа очень конкретно потрепало поэтому с ноября возобновляются круизы ну я считаю что пора уже заканчиваться этим коронавирусом это все фейк мирового масштаба чтобы просто-напросто стартанул кризис который уже назревал давно он назревал еще с второго месяца восемнадцатого года там было два скачка и девятнадцатом году тоже по моему втором месяце все никак этот кризис не мог настать ну вот коронавирус как раз был катализатором ну и теперь есть смысл покупать потому как тут потенциал просто сумасшедший конечно за один день мы не заработаем так как счет у меня в дивидендах ну с целью на дивиденды но и с целью спекуляции потому как тут очевидно я на самом дне хотя если еще упадет то я еще докуплю потому как потенциал будет еще больше ну и почему банкротов я не ожидаю в круизных компаниях потому что по информации которые я читал на сайтах капитализации круизных компаний вот карнавал там 12 миллиардов роял там 15 миллиардов и что если писали если будет кризис бушевать в течение года мощное и компании смогут круизы продавать то они продержатся минимум как вот ну а эта тема уже заканчивает свою актуальность и есть смысл покупать в общем думайте сами анализируйте сами а я наглядно вам показал свой счет так сейчас еще раз зашел я на 1000 купил на 900 там с чем-то в общем докину еще потом 1000 чтобы комиссия ежемесячная за использование так сказать брокерских услуг было не 20 долларов в месяц а 10 ну как если меньше 2000 то 20 долларов будут снимать если больше 2 10 долларов ну это не критично так что в общем будет интересно следите за данным каналом я налажу динамикс на своем ноуте следующее видео я сниму уже про инвестиции в землю и недвижимость всем пока успешных трейдов ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите колокольчик и следите за моим каналом так как я буду публично торговать и показывать свои идеи куда стоит влезть и заработать на этом всем пока 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 Продолжение следует...